Здесь у нас хранятся документы за несколько веков. За этой дверью хранится больше двух миллионов дел. Сразу несколько толстых томов посвящены истории герба нашего региона. Она началась в 1781 году с указа Екатерины II. Змей чёрный, под корону золотой Казанской, крылья красные, поле белое. Вот в 1781 году был утверждён герб, известный как Зеланд. В 1856-м того же змея окружили венком и увенчали короной, как знак того, что Казанская губерния – часть империи. Но после Октябрьской революции эти символы были упразднены. И в день провозглашения Татарской автономной Советской Социалистической Республики в мае 1920-го вместо герба использовали этот рисунок Бакюр-Манче. Свой официальный герб ТССР получила только в 1937-м. В основных своих чертах герб повторял герб Российской Федерации. С тем исключением, что надписи были на двух языках – на русском и татарском. В 1937 году использовался янолив, поэтому буквы здесь латинские. После принятия Конституции 1978 года к этому гербу прибавилась пятиконечная звезда. После принятия декларации о суверенитете встал вопрос и о новом государственном символе. Художники предлагали герб с изображением звезды, полумесяца и колосьев. Был среди вариантов и Зеланд, но он тоже не понравился депутатам. Со спорами было покончено лишь с появлением Барса от Рифа Фахрудинова. В этом изображении нет случайных деталей, говорят специалисты. Приподнятая правая лапа – это геральдический жест. Он подчеркивает величие власти. Не случайно и положение хвоста. Как говорят в Госархиве, у кошачьих оно означает миролюбие и спокойствие. Но у Барса есть острые когти и клыки. А значит, если в этом будет необходимость, он сможет постоять за себя и за тех, кого охраняет.